много разрушений после шторма века дельфины дельфины здравствуй красавчик калибр 7.62 29.2 поэтому показывает температуру сегодня мы с вами смотрим мой самый любимый пляж лестница к счастью не бойся не бойся иди иди беги кладбище животных у нас здесь на пляже стоп просто 16 градусов хочу расстроить всех в море есть водоросли добрый день дорогие друзья приветствую вас из солнечной и ветреной анапы мы с вами сейчас находимся на въезде в благовещенскую здесь у нас заправочка есть заправится теперь езди а раньше я помню времена когда здесь барыжили бензина в канистрах правой стороны от меня витязевский лиман вот здесь за бугром называется кизилтажский местечко прекрасное богом данное и поэтому именно оно выбрано для строительства новой анапы по пути я вам покажу те места где это будет происходить но сначала мы прокатимся немножко по поселку и выйдем на косу голенькая там сегодня будет каталочка под такой ветерана великолепное внимание ну а дальше я вас проведу по пляжам и покажу и центральные и дальние и на бугасскую косу с вами забежим крепко от души всех обнял надеюсь вы уже лайк поставили и подписались на канал но также делитесь со своими друзьями поехали раз мы стоим на заправке то по бензину дизельная 62 11 92 53 34 95 59 06 71 79 это сотка экта отправляемся в благовещенскую видно даже сегодня анапу какая красота друзья на лимане есть даже небольшая волна это говорит о очень сильном ветре на въезде начинают строительство домики деревянные здесь стоит вывеска благовещенская благовещенская всегда был тихим маленьким уютным курортным поселочком движение по нему 40 километров в час со строительством новой анапы сюда должен прийти трамвай новые дороги коммуникации построиться очистные сооружения и земля здесь летит просто до неимоверных высот потому что наверно весь поселок будут брать под сдачу для тех людей которые будут работать самой новой анапе так как там жилья не будет ну либо сюда будут завозить как раз таки этими маршрутами людей проект конечно грандиозный сейчас мы ждем мастер-клан разные фотки публикуются разные обсуждения идут но пока четкой конкретики мы не видим что будет в итоге просто разговоры разговорные здесь у нас с правой и с левой стороны частный сектор встречаются небольшие гостиницы с левой стороны мы можем перед лиманом увидеть здесь детскую площадку эти места тоже сдаются под отдыхающих и сейчас но здесь довольно таки приличное расстояние до моря хотя в летний период времени здесь входит маршрутка и паровозик людей довозили до центрального пляжа как будет все функционировать работать в летний период там на пляже просто были перекрытия там не пускали некоторые места где-то наоборот швакбаумы снимали то мы узнаем уже ближе к лету когда все начнет запускаться здесь правой стороны 2 рядом магнит и пятерочка построены и благоустройство сразу идет пятерочки можно купить покушать прям перекусить там кофе взять недорого сейчас это очень удобно но я раньше вот здесь пользовался магазинчиком краски на повороте к администрации школе и детском усадьбе и поликлинику тут все в одном рядышком находится и даже храм там есть пекарня вот ведь она сейчас закрыта ну и магазинчик здесь он работал самых давних времен сам поселок немноголюдный потому что один частный сектор тоже потом здесь начали появляться вот такие вот гостиницу но гостиницы как вы понимаете особо никто и не проживает он стал известен в свое время как мека кайтеров когда бугарская коса была открыта и туда приезжало огромное количество людей которые здесь и останавливались сейчас уже он просто как курорт не используется потому что доступа на бугарскую косу свободного нет но в мечтах о том что все это возродится и ребята работают над этим поставленные кайт станции я делал на них обзоры посмотрите вниз на канале какая красота белая стоит невеста деревья украшены тюльпаны везде в общем мы им желаем удачи и обязательно в летний период тоже съездим к ним покататься сейчас мы едем на бесплатный спор там конечно все удобнее покушать есть и туалеты и души в общем сервис приходит и в эту тематику у нас здесь у нас налево нельзя повернуть но одна из главных дорог здесь пару магазинчиков всего туда есть и столовые бары развлекательные заведения мы их посмотрим с вами ближе к концу этого видеосюжета потому что будем возвращаться как раз таки через поселок здесь впереди мы упираемся в рапсовое поле которое пока рапсовое но в дальнейшем это как раз таки новая анапа направо можно проехать кизилташкам у лиману там называется спот для катания скамейка и налево здесь проезд к морю а также направо после лесополосы мы будем поворачивать в сторону бугатской косы поселки вот эта правая часть которая идет она уже более новая застройка раз таки выделялись участки и застраивалась не то что частным сектором ими должны больше гостиницами но вот сюда по прямых красном море мы проедем с вами но на обратном пути здесь с левой стороны как раз таки вы эти гостиницы можете все и увидеть их тут очень много дорога конечно на голенькую у нас на бугатскую косу пока очень узкая и довольно таки неудобно вот разъезжаться с машинками сложновато потому что кажется что на тебя наедет но у меня опыта достаточно для тех кто приезжает больших городов привыкшие большим проспектом они аж останавливаются когда навстречу и едет машина здесь многие гостиницы как раз таки сейчас начинают свою работу потому что кайтеры будут приезжать на выходные на майские праздники у нас один из кайт кемперов будет проводить раз таки сборы на майские праздники вы сможете приехать здесь не ошибаюсь топ-спот называется но ребят могу ошибаться смотрите в интернете либо в телеграм-канале тоже эту информацию публиковал кстати ребятки подписываемся на телеграм-канал я каждый день разыгрываю там 500 рублей либо литр винчика моего собственного приготовления ссылочку увидите на экране будем вам рады дальше как раз таки свободные поля места отсюда видим аурум на побережье и здесь будет строительство кипеть вот как раз таки с этих мест вот с правой стороны показал где рапс начинается но здесь полностью поля уже будут застраиваться здесь произведена геологоразведка прошлый год сейчас вот все стоит только за тем чтобы получить мастер-план и строительство начнется обещают увеличение тут потоку в анапу до 10 миллионов в общем сейчас в этом году мы ожидаем пять с половиной миллионов то есть на четыре с половиной должно будет сезон увеличится и плюс когда здесь все сделают возможно этот курорт будет работать круглый год а это тоже подспорим то есть у нас есть все шансы чтобы затмить сочи и любой другой курорт на черноморском побережье потому что таких строек в наше время принципе не было можно говорить о том чтобы было бы классно чтобы осталась у нас вот такая детственная красота свободные пляжи которые многие люди очень сильно любят но мы лишь можем с вами следить за тем чтобы это все не уничтожалось я имею ввиду пляжи наши там дюны было облагорожено и сделано так как это требуется наше законодательство то есть пляжи были нетронутом виде люди все имели к ним доступ я на это очень сильно надеюсь что эта территория не будет перекрытая мы сможем спокойно по хорошим дорогам доезжать уже непосредственно не на бугарскую косу они вот по вот этому всему разбитое бетоном забетонированным с правой стороны поля и отсюда может кстати видим изилтажский лиман и с левой стороны поля с левой стороны мы видим здесь было строительство казино но так все это не случилось не получился у нас здесь казино град полиция была вызвана приехала на через час сорок мне позвонили спрашивать начали где-то там пакет лежит мой подписчик после меня просидел еще 20-25 минут и тоже ушел надоело ему охранять этот пакет потом приехали с собакой понюхали ну пакета уже самого не было на месте вы не нашли по крайней мере мне сообщили полицейские собака тоже ничего не обнаружила я написал объяснительную собственно на этом все и закончилось конечно печаль что так долго реагировали хотя полицейский который со мной разговаривал сказал что им передали информацию буквально 10 минут назад они сразу приехали то есть почему-то логистика передачи сообщения от 113 шла долго по крайней мере это все со слов я могу вам говорить здесь налево можно проехать на пляжике которые многими любимы и там находится автокемпинг раньше он был за шлагбаумом платный потом в конце лета прошлого года шлагбаум сняли и он стал бесплатным называется это местечко жара там и тоже бары и благоустройство было замусорили ту территорию очень сильно в этом году уже проводились субботники я думаю в дальнейшем еще мы приедем на них за последней лесополосой у нас есть поворот перед вот той прямой т-образным перекрестком вон туда проезд у нас на нудистский пляж но не только нудистский но и на обычный просто нудистский там имеет лестницу деревянную и очень шикарные места я их люблю я прошлом году купаться в удовольствие ездил именно сюда налево у нас спуск на бугатскую косу а вправо это приезд на косугольник там я вижу несколько машин стоит значит что людей будет немного чем мы сегодня будем пользоваться пока я подхожу и тут александр уже свой купол поднял ребята с левой стороны посмотрите какой флэтик а просто фантастики как дует здесь прекрасно сейчас кто-то будет врываться надеюсь что получится и вам чуть застнее хотя честно снимать особо не хочу если допустим на море ты катаешь то там конечно свое удовольствие день добрый вот александр уже уже пошел тут ребята пришли посмотрели почувствовали и сейчас тоже будут делать и кстати виндсерферы тоже сюда приехали это наше достояние ребятки отсюда дальше находится острова на которых как раз таки розовые пеликаны появились туда мы не катаем катать будем вот в этой части потому что здесь вы сами видите вода гладкая отрабатывать элементы просто невероятно классно а здесь все таки чоп присутствует и небольшая волна волна даже с гребешками это говорит об очень приятной для кайтера в силе ветра и неприятной для всех тех кто сегодня собирается погулять где-то в этих районах хотя раз таки на нудистском пляже там такой большой бруслер вниз и на нем можно катать в удовольствие ну что я пошел переодеваться пару часов каталочки ну а потом уже будем с вами продолжать наши обзоры я надеюсь что мы сгоняем хотя бы на бугатскую косу и посмотрим вот это место и пляже какой-нибудь крайний отсюда кстати мы видим веселовку который мы тоже были какие-нибудь кто-то убил Смотрите, как все изменилось, ребятки. Тут куполов уже, наверное, около 20, но это при том, что люди новые, меняются. Прошло где-то 3 часа с момента съемки. Сейчас потихонечку парашюты сажают. Этот парень пришел позже у меня, видите, уже тоже накатался. Ну, а там движуха по полной программе на флотике. Ветер приходит сегодня с большим диапазоном. Вот сейчас слышно, как он врывается. Ну, мне было, в принципе, очень даже хорошо. Я доволен, накатался, напрыгался. Надеюсь, что вам небольшой видосик тоже понравился. Благодарю нашу подписчицу за то, что сегодня приехала со мной и поснимала это видео от души. Ну, а сейчас, друзья, мы отправляемся с вами. Давайте с Бугатской косы начнем наш сегодняшний обзор в Благовещенской. Ну, а кайтером, ребята, хорошего ветра, мощного. Сейчас я уезжаю, а тут дует, дует, дует. Что делать? Бросать все. Нормально. У ветра вот сегодня был очень большой диапазон. Это то не хватало, то прям пылесосило, то приходилось затягивать, поменять размер. То есть не было возможности. Но это все опыт, и это все очень классно. Возвращаемся мы к дороге, которая вот шла, и поворачиваем направо, как я и говорил. Здесь мимо лесополосы можно будет как раз-таки доехать на Бугатскую косу. Посмотрим, как сейчас на попарковке. Я на самом деле не знаю, что там происходит. Вот туда влево две машинки стоят. Там как раз-таки на нудистский пляж проход. Туда мы тоже, как я обещал, заедем. Дорога здесь, видите, такая прям не очень, но возможно ее прогрейдят непосредственно в сезонах. Сегодня, кстати, я на кайт-станциях тоже видел поднятые купола кайтов. Так что здесь ребята тоже катали. Кизилташ Килиман, он действительно красивый. Вот они, Птичья острова находятся там. И вот она, Бугасская коса. Потому что мы сегодня всю ее покорять с вами не будем. Немножечко всего лишь прогуляемся. Здесь у нас база отдыха. За ней начинаются глэмпинги со стороны Лимана. Там находится какая-то школа, в которых можно учиться. Я в прошлом году разведал, что если вот здесь припарковаться, ну, в принципе, можно или заехать, или объехать, за домом есть пуск к морю. Либо, ну, машину здесь паркуйте, как многие это делали, бесплатно. И туда проходите. Там дальше просто начинается территория платной парковки. Но это немножко напрягает. Мы спустились вниз, и отсюда уже начинается база отдыха. Здесь специально понаставили ФСР, чтобы люди не думали бесплатно припарковать машину. Слушайте, припекает сегодня 24 градуса тепла. Но вот здесь кусочек бесплатной парковки все-таки присутствует. В летний период времени здесь за денежку, да, можно проехать ближе к морю. Это парковка номер один. В районе 400 рублей стоили сутки здесь поставить машину. Дальше здесь начинается уже бетонная часть дороги, которую недавно, кстати, отремонтировали. Здесь, видите, какая большая-большая парковка. Вот там уже пляж за домиками. То есть, в принципе, приехали. Если вы на день приехали на море, то почему бы нет? Туда дальше еще будет выбор. И с левой стороны можете видеть много частного сектора. Люди многие не в курсе, но строилась база, которая многим известна. База отдыха Югра. Строил эту базу тот же человек, который строил дом, который сгорел у нас. Блоха, фамилия, по-моему, называется. И говорят, что здесь много вопросов по ней. Когда сюда придет Новая Анапа, возможно, будут какие-то перетрубаться и здесь. Но мы будем смотреть, следить за ситуацией. Пока это просто слухи, которые ходят у людей. Здесь восстановили берег, который был смыт. Шторм Манвека, чтобы вы понимали. Через косу шторм переходил. И волны разрушали и с той стороны берег, и здесь. Ну, вот основная парковка. Мы до нее доезжаем. Здесь примерно так же рублей 400 стола постоять в течение дня. Сейчас здесь выезд, въезд тоже перекрытых. Хотя бы, ну, почему бы сейчас-то не сделать бесплатно. Люди приезжали, гуляли бы, мусор с пляжа убирали. Для людей ничего не делают. Бесплатно. Доезжаем мы уже до Зенита. Детские проходят такие сборы. Там я съездил сюда, когда боксером был. В принципе, тоже на берегу моря. С другой стороны Лиман находится. Место довольно-таки привлекательное. Дальше проезд закрыт. Тут начинается как раз-таки Бугасская коса. Сейчас посмотрим, как здесь все восстановили после потопа. Вот, как я вам сказал, Зенит. И через Зенит проходили волны, потому что база прямая. Там был снесен забор. Ну, и вот здесь парковка была очень сильно разрушена. Сейчас здесь, видите, усилили цепь, чтобы сюда никто не заезжал. Раньше можно было просто отсоединить и машинку поставить хотя бы в межсезон именно здесь. Но теперь, как говорится, не для людей все. Но отсыпку реализовали. Тут, кстати, пара кайтеров катается, ребят. Так что потихонечку все восстанавливается. Здесь подписан вот гринбар, там магазинчик был. То есть продуктами тоже здесь, в принципе, все хорошо. Сюда въезд только транспорт, который согласован с природоохранниками. То есть трансфер, который возит глэмпинги и на кайт-кемпы. Больше других вариантов сюда попасть нет. Ну, вот Анапская пересепь. Что здесь можно делать, что нельзя делать. Здесь полностью все подписано. Ставьте на паузу, почитайте. Идет уборка. Посмотрите, какой огромный стоит под мусорбак. Один, второй. И они уже постепенно заполняются. И здесь я смотрю, что площадки разравниваются, чтобы можно было проехать. Тут были большие вымойны, ямы. Вы можете посмотреть эти видео сюжет про разрушение Бугасской косты. Дальше находится бета-глэмпинг. И далее по правой стороне, как я и говорил, там много разнообразных кайт-школ. Сегодня наш путь туда не идет. Мне просто хочется посмотреть в целом, как выглядит коса. Здесь восстановили электричество. Столб тоже был подмыт и завален. Поменяли. И для сомневающихся, кто говорит, там хрен с ним, пускай ездят по дюнам, вода сюда пришла, все это подмывало, приносило разрушение. Не сверху дюн, видите, глэмпинг стоит, не пострадал. А вот как раз-таки под дорогам, которые здесь наездили машины, уничтожая растения между этих дюн. В общем, залетало только в путь. Вот сам глэмпинг с правой стороны здесь тоже был подразрушен. Представьте, какой рай. Туда дача коса поуже, конечно. Но раньше было одно из топовых мест для того, чтобы приехать отдохнуть с палаточкой. Точнее, не сам глэмпинг здесь пострадал. Здесь просто был еще его забор дальше. И его полностью заломало и посносило. Хотя вот тут можно увидеть еще остатки как раз-таки тех последствий. Да, и мусора еще приличное количество. Не везде успевали убираться. Будем надеяться, что все-таки доведут все до конца и порядки вот тут. Ну вот представьте, какой кайф жить в таком домике далеко от цивилизации и с видом на море. А море сегодня какое-то тоже красивое. Там кто-то загорает. А что, 24? Единственное, что ветер на берегу лимана прохладно. Сейчас посмотрим, сколько градусов покажет нам у моря. Я, в принципе, даже не удивляюсь. 26,9. 27 градусов. Представляете, какой кайф он. Еще один мужчина там в шортах. То есть тут слет мужиков. Мы с вами поедем туда, где высокий берег. Там будет еще круче, потому что солнце уже с этой стороны. И оно очень хорошо прерывает. О, девчули искупались. Только что вышли. Ух ты, из бухты моря. Красота. Но береговая линия, то есть вот здесь можно видеть, в принципе, чисто. А вот сюда, ближе, вот последний шторм, выкинул большое количество мусора, к сожалению. Мертвый дельфин. При этом разлагается и очень сильно воняет. Печально немножко выглядит эта ситуация с мусором. Но еще просьба к людям, чтобы они получше относились к берегу сами. Приезжая, делали самое важное. Убирались немножко. Каждый по пакетику, и можно навести порядки на этих пляжах. Потому что, в принципе, вам никто на них не запрещает приходить, отдыхайте где хотите. Вся береговая линия наша. Вот она туда идет до Веселовки. Веселовку мы тоже съездим перед летом. Посмотрим, как там. Хочу расстроить всех. В море есть водоросли. Ну, это не Камка. Это из каменных пляжей, я думаю, потихонечку они плывут. Потому что ветер у нас как-то вот так вот восточит. Он идет оттуда. И вдоль берега создается течение. Ну, и, собственно, каменные пляжи прокачивают все эти самые водоросли. Ну, хотелось вам совсем кристально чистую воду показать. Ну, по факту, как и есть. Возле моря, смотрите, упала температура воздуха на 1 градус. Показывает 25,9. Давайте здесь еще мы узнаем и температуру моря. Слушайте, ну, это топ просто. 16 градусов, 16,1, если быть точным. Температура не меняется, прям стоит долго. То есть в море еще 1,9 градусов. И официально можно открывать купальный сезон. При этом это не просто возле берега замеренная температура. Потому что водичка вдоль этого берега прокачивается. И приносится нам оттуда из моря. И чуть-чуть этот ветер отжимнует. То есть если бы не он, в море было бы еще теплее. Вода реально очень крутая. Я стою и выходить не хочется. То есть я сейчас бы купался вообще от души. Но я думаю, что завтра с утрица мы это все сделаем. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Выигрывайте вино. Смотрите, как я купаюсь. Буду вам от души рад и благодарен. Ну, а здесь ребята потихонечко переодеваются. А там вообще целая семья здесь не отдыхает. Давайте по берегу пройдем до парковки. Посмотрим, как выглядит он. Мне все очень хочется приехать. Посмотреть, как здесь сейшены проходят. То есть если на жале я видел. То есть там прикольно. Такая музычка. Люди тусуются. То вот здесь не видел. Если вы бывали на глэмпинге бета сейшен этих. Пишите, как там. Понравилось вам или нет. Но домиков тут много. Туда дальше там еще один глэмпинг есть. Ну, а дальше дикая природа. Обязательно в ближайшее время мы съездим. Я думаю, через месяц к маевке. И посмотрим, как здесь будет обстановка. Но мертвый дельфин. Это шок, трэш и все что угодно. И мусор мне тоже очень сильно не нравится. Вот еще птица дохлая валяется. Короче, какое-то кладбище животных у нас здесь на пляже. Кайф, ребята. Детки бегают. Ребята отдыхают. И все, кто приходят, обязательно раздеваются, чтобы пощупать море. А море по ощущению просто космос. Тут с левой стороны мы видим, что мусор собирали. Там не собирали. Еще, блин, сколько там его. Это после шторма века еще причем валяется. Здесь зенит у себя на пляже не наводил порядки. Хотел их похвалить. Но что здесь, видите, чистенько. Но это песком. Замело все, что было. Потому что там мусор валяется. Здесь на берегу мусор валяется. В общем, в большом количестве. Но зато строят новые домики с видом на море, чтобы зарабатывать бабла. Ну, так у нас всегда происходит. Видите, строение появляется. Ну, дай бог. Главное, порядки наведите. Хочется по чистым пляжам ходить. И вот я тому, насколько благодарен людям, которые наводят порядки на пляжах у нас в Анапе. Бегаю по утрам. После шторма буквально в течение двух дней практически везде уже чистота. Витязь его еще страдает. Но я думаю, там тоже подтянутся. Это при том, что пляжей 10 с лишним километров. Пол дельфина, вон его вторая часть. И собаки уже питаются. Ну, и вон сами собаки здесь лежат уже, отдыхают. Доходим мы до парковки. Посмотрим еще, как выглядит пляж Югра. Здесь тоже никаких изменений. Там уборок после шторма не вижу. Все в таком удречающем состоянии. Конечно, видишь этот мусор и переживаешь за то, что идешь босиком по пляжу. Но надеемся на лучшее. Здесь тоже потрепало все эти навесы. Не спешат наводить порядки. Хотя у нас 1 мая обещали все пляжи в Анапе подготовить к летнему сезону. Ну, может, тут сразу человек 300-400 приедет и быстро все наведут так, как надо. Чтобы это не было похоже на какую-то разруху, а было все красиво, симпатично. Надеемся на это и верим. При этом, что в прошлом году здесь людей было очень много. То есть денег это все приносило. Возможно, тут как-то собственники поменялись или еще что-то. Ну, как бы много чего могло произойти. Но в любом случае мы надеемся на чистоту и красоту. Потому что вот мусор, засыпанный песком, это для меня лично трэш. И постепенно дохожу до пляжа Югры. Сейчас видим, что там. Хотя перед ним все очень печально. Зато его забор завалило. Что могу сказать? Здесь, наверное, кроме похвалы ничего не выразить. Я вижу, что все деревяшки сложены. Мусора, ну вот, только по береговой линии, то его не так уж и много. Весь, который туда улетал, в принципе, тоже постепенно собирается. Вот тут чуть-чуть есть, вот прям на углу. Там вся территория зачищена. Ну, большие молодцы. Центр Дельфа сообщает о том, что больше ста дельфинов обнаружили. Вот сам пока с вами прогуливаюсь, уже третий. А такая же вы, а что я тут прошел, совсем ничего. Как по этому идти, придется, наверное, обуваться. Вообще, просто жутко жутко. Вот где парковка, которая вторая. Здесь вот вся территория, кстати, вот так замусорена. Самое обидное, то, что не убрали сразу, оно все ветром засыпается, песком. Мимо этого я даже пройти не смогу. Она же в труху разобьется просто. Будет вообще просто жесть. Туалет есть в летний период. Здесь довольно-таки удобно. Ну, вот сама парковка. Тут я смотрю, даже типа городили, чтобы по ней не проходили. Ну, мы перешагнем. Надеюсь, не обидится, потому что нам надо дойти. Также в летний период здесь торговые ряды работают. Ну, а вот это домики глэмпинг тоже, которые сдаются. Прямо на берегу и сверху эти какие-то террасы. Хотя здесь, видите, что тоже досточки с пляжа выносят. Потихоньку складывают. Там вышли, нам сказали, не надо тут ходить. Прямо печально, на самом деле, за деньги, да? Просто так нет. В летний период имеется в виду. А там еще выбежала собака. Когда она как-то не поняла от нашей, да, гвоздь, она просто офигела. Само там такое метра, наверное, полтора в холке собачка точно была. Сожрала бы только в пути. Причем у нее натянута проволока там во всю длину парковки. То есть, если бы она раньше среагировала на нас, то нам бы не поздоровилось как минимум. Видите, какой провод там посередине натянут. И по нему бегает на цепи собака. Вообще она сейчас в будку забежала. То есть, фортануло прям реально, что она не съела. Сейчас отправляемся на Нудийский пляж. Там спустимся вниз. От Т-образного перекезка мы возвращаемся до первой лесополосы. Там поворачиваем направо. Здесь дорога довольно-таки хорошая, асфальтированная. Ну и спокойно можно проехать. Сильно только не разгоняйтесь. Здесь в лесополке живет лиса. Еще не забуду, я вам вставлю видео, как мы ее здесь кормили. Вот она, посадка. Ой, какая красивая. Привет, красотка. Ой, какая она красивая. Слушай, съезди, возьми кусок, поесть ей чего-нибудь, пожалуйста, чтобы она не зря выходила. Ну, стой. Вот она, лисичка здесь живет. Ой, не бойся, не бойся, не бойся. Иди, иди, бери. Ой, как аккуратно она это сделала. Вот это би-би-би. Блин, главное, чтобы никто тебя не обидел. Раз покормили, все. Вот это кадры. Тут, кстати, можно поехать направо. Вот как раз к тем пляжам, о которых я вам говорил. Можно поехать чуть-чуть вперед и потом налево. Там тоже хорошие пляжи. А там можно вообще вдоль всего берега проехать до автокемпинга жара. Сокол, видите, как летает мышков, ищет. Уф, красавчик, прям так низко. У меня уже прям загар начинает сравниваться. Хорошо так становится. Вот тут ребята ставят машинки. Вот туда, между дюн, вы проходите. Там абсолютно свободно никаких галышей нет. А вот сюда по прямой проходите. И здесь будет лестница. Во-вторых, возможно, галыши. Ну, по ориентир, вот, выезжаете. Здесь такая вот развилочка. То есть, в принципе, я думаю, это место найдете очень легко. И обычно здесь уже машины стоят. Тут перекупано. Хотя, смотрю на своей бы я проехал, в принципе, свободно. Не хочу этого делать. Мне пройтись только в удовольствие подышать свежим воздухом. Почти 27 градусов. Машине мне, кстати, показывает 24 градуса. То есть, там меньше солнца попадает на датчик. Дальше тут прогрызли немножко дюну. Сквозь нее можно просочиться. Все делалось для того, чтобы здесь вырабатывать деньги. Потом как-то в один миг приехали природоохранники и сказали, что здесь этого кемпинга, который был, не будет. И ребята уехали дальше на Веселовку. Так, местечко здесь, знаешь, шикарнейшее. Песочек, травка на нем. То есть, палатки везде. Кемперы тут стояли. Было очень круто. Здравствуйте, как вас зовут? Антон. Откуда вы, Антон? Переехал благодаря Юре из Москвы сюда. Год уже тут живу. В Бларовеченской? В Анапе. То есть, приезжайте на мой любимый пляж? Возле вас, ЖК Кавказ. А, вообще прям рядышком. Да, приезжал, смотрел, мусора полно. Надо субботник, как вы пришли, делать. Если сделают, я сообщу об этом. Потому что самое главное, это вывоз мусора. Если его администрация возьмет на себя, то мы будем организовать людей. Вы купались? Нет, иду, иду, купался. Водичка как? Ну, холодная. Сегодня 16 градусов, самое теплое за ближайшее время. Как приятно. Тем более, живет в квартире моей мечты в ЖК Кавказ. Дай бог, чтобы по человеку все там складывалось очень хорошо. Таким позитивчиком встречаться прям очень круто. Для тех, кто впервые смотрит это видео, спуска на Нудийский пляж, тут кажется дюны и дюны. Что тут такого, как везде? Смотрите, ребят, я даже обрезать сейчас не буду. И пойду сразу не к лестнице, а вот сюда с краешком, чтобы вам показать такой прям невероятный вау-эффект, что вы сейчас снизу увидите. Ну, походу, здесь один был. Вот это нудик. Вот она справа лестница. Правда, она страдает. Ее уже никто восстанавливать не будет, потому что нудистов нет. Хотя, может быть, те, которые приезжают именно сюда, не на кемперах стоять, ребята ее и подчинят. Ну, место невероятное. Там вот спуск туда дальше, уже за Нудийский пляж, и море, честно, ничем не хуже. Ну, посмотрите, какая красота, какой цвет у моря. Отсюда мы видим Анапу и все Анапское побережье. Вот так вот дугой оно идет. Смотришь, и прям душа радуется. Какова красота. До этого спуска вот так вот поверху можно дойти. Мы как-то раз здесь сходили, я вам видео присылал. Ну, и здесь. Вот она, впереди, лестничка вниз. Лестница, к счастью. Одна из самых фотогеничных у нас в Анапе. Вот такая красота, друзья, вас ждет, если вы приедете к нам на отдых. Приедете к Благовещенскому. Честно, мне очень жалко эти места, что они изменятся и как-то по-другому будут выглядеть. Хочется верить в том, что максимум приложат к тому, чтобы сохранить их вот в таком формате, ну, и максимум улучшить, но не уничтожать. Верю, надеюсь. И буду защищать, если где-то что-то будут прям уничтожать. Я надеюсь, что вместе с вами подписываемся, ставим лайки и любуемся дальше. Сегодня мы с вами смотрим мой самый любимый пляж. Спуск к морю. Сюда часто приезжал ночами и тоже немножко нудил. Тут берег, кстати, стал шире. Плоше штормов, он что-то доходил практически до самой лестницы. Летом здесь ставят такое повещение о том, что здесь пляж нудистов. Но из-за того, что сюда начало приезжать много людей, не нудистов, они начали тут с нудистами ругаться. То есть нудисты говорят, ну, блин, ребята, ну, вот, отойдите, 50 метров отдыхайте. Здесь как бы мы сделали лестницу, мы сделали уборку, сделали, чтобы все было комфортно и хорошо для вас всех. Но люди у нас, не понимающие большому сожалению, так что нудисты, простите, что я сделал этот кляж мега популярным. Он действительно просто невероятно классный. И я его очень сильно люблю. И сам здесь, честно, вот даже будет у нас по-любому уборка, я думаю, буду убирать мусор, делать его чище. И убираю уже не один год территорию. Вот мы где-то до краски начала нудистского пляжа очень часто проходим. Надеюсь, что в этом году мы тоже пляжем поможем. А может быть, найдутся деньги и найдутся люди, чтобы те люди, которые должны, те и убирали. А мы просто с вами приходили отдыхали. В общем, мне в любом случае не жалко помогать. Лестница уже каюк. Все уж говорить о том, что там будет дальше. Пока еще спуститься можно. Сверху видел, что вдоль берега немножко присутствовали водоросли. Где-то с каменных пляжей после штормов чуть-чуть прибивает. В дальнейшем тут хорошо работают течения. Я думаю, что все прокачает и несет туда в сторону Азовского моря. Я вам, кстати, хочу сказать, что мусор есть, но так, чтобы его было очень много. Вот там, видите, много пластиковых бутылок до берега. Его туда прибило. Все равно это не настолько критично, как было туда, в районе пляжика Зенита. Там мне вообще не понравилось. А так, места великолепные. Вот, кстати, там, видите, нудистка. Хорошего ее отдыха. Ну, а в ту сторону вообще чистота, красота и пустота. Слушайте, здесь не так сильно дует ветер, 29,2, поэтому. Температура воды здесь 16,3. То есть и воздух, и вода немножко теплее. Как близко лето, ребята. В этом году аномально прям тепло. Давайте я вам покажу все-таки подъем. Где он и как выглядит который не нундистский пляж. Это дохлая птичка. Но я могу сказать, что это первая, которая встретилась на пляже. И вот вторая консистенция пляжей. Здесь, видите, ракушечка встречается. И чистый кварцевый песок. То есть абсолютно разный. Вот сюда наверх вы поднимаетесь уже между дюн с пляжика. Либо спускаетесь, приходите и отдыхаете. Никто вам не мешает. И чем вообще отличаются пляжи этих мест, ребята? То есть здесь можно как и на каменных пляжах прям с берега нырнуть из глубина. Там выше пояса начинается от самого берега. Потому что кто следит за моими купаниями, я ухожу в Анапе там далеко-далеко в море. А у меня все по колено. Здесь же сразу брык и в море. И тут дельфины подходят прям с самой кромки воды. Это невероятное зрелище, если на них подпадете вы. Я в прошлом году попал и это был настоящий кайф. Шторм века подмыл эти места и сейчас здесь более такой сложный подъем. А так была пологая такая тропиночка, которая вела вверх. Блин, как сейчас дельфин воняет. Он же очень давно здесь лежит. Но еще раз и мусора много. И дельфинов тоже никто не убирает. Очень обидно. Мешки с мусором лежат черненькие. Здесь кто-то вот эту территорию уже порядок навел. Убрали. За что всем большущее спасибо. Тут мне жутко если там штормом выкидывал, то посмотрите сколько здесь мусора. То ли из-за травы не было так особо видно. Но сейчас он проступил и мне как-то хреновато стало. Как будто по свалке с двух сторон. Что за черти, которые позволяли себе приходить и бросать этот мусор везде. На пляжах диких. Ужас. Самый сложный подъем пройден. Смотрите какой вид в обратную сторону. Бабочки летают в большом количестве. Травка уже зеленеет. Какие тут украшения валяются. За этой дюной уже парковка. Ну просто нет слов. Я не знаю как назвать тех, кто может себе позволить вот это. Все, все в бутылках, все в пластике. Жуть. Честно, последний раз когда здесь был, было гораздо чище. Нетронутая дюна. Никто еще тут не ходил по крайней мере сегодня пока не тертует. Я конечно не особо разбираюсь в том что это, кто это и как это. Здесь был стенд, который был побит пулями. Еще мне подсказывает, что это калибр 7,62. Они такие уже видите от соли. Чуть поржавели, то есть это не сегодня стреляли, но просто количество этих кинз. Это просто шок. То есть кто-то тренировался чтобы что, потом удивляемся терактом в Крокусе. Это просто охренеть. Ну дай бог кто-то просто себе купил какой-то там законный автомат, пришел здесь и стрелял, стрелял, тренировался, чтобы потом пойти на СВО на защищать. А не какие-то там нехорошие вещи, типа расстрелы мирных жителей в Крокус Сити делать охренеть. Вышли с этих дюн, вот слева машина, то есть два прохода, два спуска к морю. Все рядом, здесь люди паркуются, отдыхают. Вот собственно отсюда можно как раз таки пройти к этим гильзам. Надеюсь, что наши органы как-то отреагируют на это. Я честно уже устал. Вызываешь полицию, потом тебе звонят, давайте писать объяснительную, там еще что-то, а по факту только ты пищешь и тратишь время. Какая-то хрень происходит. Сейчас повернемся с вами в левую сторону и покажу здесь еще пляжик, к которому можно доехать. Вот налево пошла дорога, по которой можно ехать туда, дача. Возможно, кстати, вот это уже работает, потому что с левой стороны она такая не очень. А мы вот сюда вниз спускаемся. Здесь стоит уже чья-то машинка, наверное, тоже люди на морюшко приезжали. То есть справа можно. Прилетит с ветром печалька. Но мы вот сюда выезжаем. Специально хочу вам показать, как это выглядит. Смотрите. Главное вовремя нажать на тормоза. Как вам? Здесь вообще можно было еще ниже подъехать. Ну, я здесь оставлю, я пройдусь с вами не спичком. Вот вышка впереди отсюда уже начинаются пляжики автокемпинга жара. То есть у них осталось совсем чуть-чуть. Представьте себя, вы приезжаете, становитесь ленец машинкой, палаточка. Идеально. Иногда здесь перегораживают, пытаются деньги брать за проживание. Единственное, вот ко всем просьба, вот опять пластиковые бутылки собраны. Ребят, мы потом приходим, за вами волонтеры выбираем. Особенно вот эти пляжи, они ни за кем не закреплены. Гуляние тут бесплатные. Поэтому очень вас прошу, пожалуйста, содействуйте чистотой и красотой. Ух ты, ребят, здесь под дюнами туда смотрите в правую сторону. Есть вам камера передаст, что там происходит. Куча мусора просто здесь. Я смотрю, кто-то уже убирался, стоят мешки, чтобы их собрали. Спасибо этим людям, вы золотые наши. Ну и в ту сторону пляж. Видите, мужчина в шортах ходит по берегу моря. как раз таки на этой машине не приехал. Тут маяк есть. Ну и давайте отправимся до автокемпинга. Жара вместе с вами. Посмотрим еще на эти пляжи. Великолепные. Единственное, мусор портит, конечно, картину. Дорога между Благовещенской и Бугасской косой. Я вам показывал с левой стороны этот бруссер такой насыпан, там, где собирались строить казино. Здесь обычно стоит указатель, что автокемпинг жара находится туда. Такая вот отсыпанная дорога и по прямой туда можно проехать. Дорога неудобная, а тут по полю гораздо более приятное дело. Единственное, что пыль. Особенно сейчас едем по ветру, она будет нас догонять. По прямой мы доезжаем. Представьте, все это сейчас поля. Представьте, какие здесь будут отели, если мы даже от земли здесь везде видим море. Это будет одно из крутейших мест. Вот после того, как сейчас увидел мусор, все замусорено до жути, даже не от шторма, а вот когда мы поднимались с пляжика, со второго дикого, то у меня прям восприятие приходит тому, что надо строить, надо облагораживать, потому что дикие места скоро превратятся просто в свалку. То, куда мы сейчас едем, автокемпинг жара, вы в прошлом году даже себе представить не можете, насколько это место было загажено. Я что-то заговорился и свернул не там. Ну, собственно, вот та вышка находится, это пляж жара, то есть мы вот на этом брусфере стоим, туда же перекоп у нас спуск не дают сделать, только заезд оттуда. Мы сейчас туда проедем, то есть не доезжая вот этого брусфера, который с левой стороны та лесополоса. На ней поворачиваете и спускаетесь вниз именно куда надо. Но зато здесь я сверху могу показать вид на эти пляжи. Он здесь реально тоже восхитительный. Вот кто-то отдыхает на машинке, приехали. Я думаю, что сейчас там переклито ничего не будет. Там дальше находится танцевальная площадка, где пати проходили, кафе, бары, домики сдают. Я смотрю, что весь пляж полностью зачищен от всех строений. Возможно, либо посносило шторм, хотя я гулял после шторма, они были. Может быть, меняется управление этих пляжей. Отъехал еще немножко дальше, чтобы вам просто не мозолить глаза всеми этими местами. Отсюда сверху мы видим, как выглядит пляж. Я думаю, мы вначале заедем, там где эти строения, и там будем на пляж. Потому что пляжи, в принципе, повторяются. Но здесь самое важное, хотел обратить ваше внимание на дюны, которые... Здесь, видите, один бруссер идет, потом вот эта дорожка. Здесь люди везде стояли в палатках, среди этих дюн стояли. Раньше говорят за деньги, но в последние месяцы лета прошлого года работало это все бесплатно. Замусорили просто ужасно все. Поэтому сейчас, я смотрю на территорию, она в принципе относительно чистая. Это меня очень сильно радует. Надеемся, что в этом году, может быть, кто-то в аренду бы взял бы, там и наводили порядок, собирали бы там почти денежку, чтобы люди могли приезжать, отдыхать. Ведь все равно людям и туалет нужен, вода нужна, уборка за ними, мусора нужна. То есть, потому что мы приезжаем и хотим цивилизованный отдых. Рубль придется оставить, но зато мы получим вот эти вот услуги. По-другому оно не должно работать в принципе. За вас никто там не придет и не будет вывозить, мусор его убирать и так далее. Особенно на диких территориях. Какие места потеряем? Блин, ну, еще раз говорю, с другой стороны, хотя бы сохранятся не в чистоте, в том, что хоть не на свалке. Уже здесь даже 26 показывает. Это на 5 вечера, то есть через пару часов у нас закат. Мы бы там спускались по прямой, вот оттуда заезд дальше. А здесь тоже хочу еще показать. Видите, базы находятся отдыха. Еще немножко сверху, а здесь уже въезд был раньше на этот автокемпинг. Вот эта дорога, она спускается там от лесополосы и дальше выводит на дорогу, которая ведет вдоль всех баз. Ориентир может быть Ростовчанка, база отдыха. С рядышком с ней, с правой стороны от нее Анапа-2, называется. Базы давно-таки давнишние. Здесь существует очень много времени. Я думаю, своих клиентов они уже имеют. Ну и все это находится прям на берегу. Перед ними там никаких дорог нету. Видите, появился магазин продукты. Крайняя база перед автокемпингом Жара называется Кубаночка. Тоже ищите их в интернете, если вам они нужны в обратную сторону. Мы проедем, тоже посмотрим название хотя бы всех этих баз. Вот здесь висела цепочка, сейчас ее нет. Я предлагаю все-таки вперед чуть-чуть проехать, чтобы вам с этой фасадной части показать и сразу сюда на море пройти чуть-чуть, что здесь есть. То есть, с правой стороны здесь всякие строения, хоз постройки были, а вот с левой стороны это вот все домики, глэмпинги так называемые, которые полностью сдавались кондиционерам совсем. Кстати, там бунгало все приплыли поближе к этим домикам. К сезону, я думаю, начнут их реконструировать, хотя их должны были частично уже вообще убирать, насколько помню, там по судам, но возможно не все, поэтому ничего сказать не могу. Вот видите, глэмпинг, гора. То есть, дуреньки прямо на берегу моря. помосты перед ними, на которых люди сидели, отдыхали по вечерам. Сейчас вот все, конечно, в таком немножко заброшенном состоянии. А здесь находится в краске пространство, которое там танцевальное, покушать на баре можно было, там одновременно даже джакузи ставили. Понимаю, почему люди окурки не считают мусором. Кто-то стоял, прям ждал кого-то, наверное, и накурил, либо с девчонками он сидел, общался в этом месте. О, там ребята прям лежат на этом помосте загорают. Поприезжали наши местные. Здесь пока все закрыто, в заброшенном таком состоянии до следующего сезона. Ну, вот здесь вот джакузи как раз-таки находилось. Сюда домики, я так понимаю, шторм ему принесло, но, возможно, при разборе пляжей как раз-таки это все и случилось. Здесь ребята что-то снимают, походу. Здесь мы мешать не будем, попробуем прощмиться. Пощадка осталась, то есть довольно-таки интересно здесь было, много людей приезжали, отдыхали. Кайфово. И здесь выход на пляжик. Шарик красивый. Кстати, здесь тоже вышка стояла, ее, походу, снесло. Либо убрали. мне интересно все-таки, расчистили пляжную территорию или ее штормом посносило. Вот второй шарик, видите, валяется внизу. Давайте, раз уже пришли сюда, дойдем до моря. Ну, вот эти все дюны в палаточках были. То есть места, богом данные. И на пляже тоже куча палаток стояло. Поэтому мне здесь прям очень понравилось, как люди отдыхали. Чистота все прям соблюдали. Единственное, что вот туда дальше, к дороге выносили мусор, его уже некому было забирать, когда это все стало бесплатным. Но опять-таки здесь чуть-чуть водоросли возле берега. Плывут, ну и водичка такая, 16 с небольшим. Кстати, солнце потихонечку уже собирается к закату. Какой классный экскурсия получается по благе. Нам еще предстоит как минимум центральный пляж. Жалко, что нельзя летать. Я сейчас с удовольствием поднялся бы сверху посмотреть на эти пляжи безлюдные. Хотя вот там кто-то прогуливается. Ну, море как море. Мы с вами отправляемся дальше. В принципе, на тот пляж заходить не будем. Потому что отсюда вижу, что тоже нету навесов, которые были. Все изменилось. Здесь перед Швакбамом я не хотел заходить, но здесь можно хотя бы чуть-чуть повернуть и вам показать вообще, как выглядит это место. Здесь тоже домики. С правой стороны здесь было столовое, кафе покушать можно было. Ну и торговые павильончики. В принципе, все так и осталось как и было. И куча домиков блэмбингов. В прошлом году установили новую. Здесь была Благовещенская. Видите, ее уже кто-то прострелил. Тут, слушайте, столько оружия получается это Благовещенская. То есть, видели, сколько гильз мы увидели. Все остальное. Так, давайте до Ростовчанки оттуда будем базы смотреть. Вообще, по этой дороге люди как бы из Благовещенской приезжают именно сюда на эти пляжи. А мы теперь отсюда возвращаемся обратно. Обзор садом наперед. Но тем интереснее будет. А вы, дорогие мои, можете поддержать донатом на бензинчик по номеру телефона, который здесь видите. Спасибо тем, кто поддерживает. От души вот сегодня 2700 залил в бак. Сюда, вот чтобы понимали, съездить из Анапы где-то 35-40 километров получается. Ну, плюс это до Благовещенской и сюда еще километр 7-8. То есть, туда-обратно у нас ну, почти сотка. Вот. Бред того, чтобы приехать вам показать эту красоту. А также вот мы еще ездим по самой Благовещенской. Сколько здесь на вот этом медленном ходе накатываем. Как раз таки сейчас мы видим вот эту дорогу, которая приводит сюда к Ростовчанке. Я еще чуть-чуть не доехал. И поехали смотреть базы. Те, которые подписаны, буду вам озвучивать. Наверное, одна из самых знаменитых сейчас здесь это Аурум и самая первая Газпромовская. Домиков очень много разных стоит. Территория тоже очень большая. Золотые места. Говорят, что, возможно, эти базы также выкупят, чтобы их превратить именно в новую Анапу. Ну, как это будет происходить, пока тоже непонятно. Денег выделяют, в принципе, сюда очень много, поэтому я в это верю, что случится. Так называется эта база. Тамань за этим забором. Следующая база, она выглядит такой заброшенной. Говорят, что, возможно, у нее есть руководители где-то не в России, которые сейчас очень сильно жалеют, что они руководители. этой базы, но вот отжать ее как-то не могут, хотя я думаю, что давным-давно пора. Обидно, когда вот такая база стоит на территории России, возле моря, в таком вот состоянии, прям неприглядном, заросшаяся. Можно, как вариант, сюда приходить, прям на территорию, ставить палатки, отдыхать. Знаете, чего бы хотелось, друзья мои? Чтобы между каждой базой, либо через территорию этих баз пускали непосредственно к морю. Потому что это обязательно должно быть. Без этого это просто бред. У нас сколько километров здесь нет, ни одного официального прохода к морю. С правой стороны смотрите, тоже у нас начинается еще одна база. Там у нас закончилась. Здесь, конечно, все выглядит уже получше. Более свежий новенький забор, там новенькие домики. Называется эта база отдыха Ставрополье. Дорога, конечно, как в деревнях на Ставрополье. Хотя я там был, там в некоторых деревнях асфальт, все хорошо. Здесь вот не хватило. Это тоже относится к Ставрополью. Улица Прибрежная, 35. Если что, адрес, вдруг захотите здесь на отдых приезжать. Здесь был один из первых магазинчиков. Я помню, тут прям движ было. Тут все посносили, все бетонные конструкции. Вот это, да, осталось только на территории непосредственно этой базы отдыха. И вот только домик там, в смысле, а так вся полностью территория зачищена. Эта база отдыха называется Анапа-1. Тут много собак, ее охраняют и сейчас. и поэтому пёсели есть, кому подкармить. Белый берег, следующая база. Мы вас тоже очень рады видеть. Домики, к сожалению, территория туда дальше не видно, что там находится. Но я так понимаю, что довольно-таки нормально, там все благоустроено. Следующая база, посмотрите, какая территория, но это больше кемпинг. Там деревянные домики с палатками я видел, раньше стояли. И через нее, возможно, было прям с краешка там просочиться на пляж. Я просто сюда приезжал, к Ауруму. Он следующий. А эта база называется Виноградарь. Здесь через эти ворота можно было пройти, но сейчас все наглухо закрыто, заколочено. Сколько мы едем, ни одного прохода к морю открытого, представляете, от самого автокемпингажера. Ну что, нельзя выделить какие-то прям узенькие проходы, чтобы коляска там проезжала в одном направлении. Но это Аурум. Тут без комментариев фолл инклюзив на берегу моря. У них тут возле себя асфальт сделан. То есть все просто великолепно и прекрасно. Еще бы асфальт был от него хотя бы до самой станицы Боровещенская, было бы еще прекрасней. Это уже следующая база пошла. Кстати, в Пауруму очень хорошие отзывы. Слушайте, она без подписи. Простите, не назову название. Следующая Анапа-1. Слушайте, Анапа, Анапа-1, Анапа-2. Много здесь Анапа развелось. Не знаю, с чем это связано. В Боровещенской такое количество Анап. Баз отдыха. Тоже небольшие домики. Территория повторяется. Это вся с правой стороны находится на берегу. То есть дальше дюны, дальше море. Место невероятно притягательное и золотое. Новая Анапа качнет очень сильно пляжи. Здесь одни из лучших. Если сделать хорошие очистные сооружения, чтобы море не загрязнять и подтянут всю инфраструктуру, места здесь будут просто вау. Тоже база отдыха. Сейчас проезжаем с правой стороны без подписи. Если что, смотрите по карте. Еще одна база отдыха. Здесь, судя по домикам, тоже не особо эксплуатировалась, потому что домики такие заброшенного вида. Вот сколько заброшек стоит. Как это обидно видеть. И тут даже тротуар был когда-то. Ну, приближаемся уже к Благовещенской. Нам немножечко осталось до первого пляжа, на который мы с вами сейчас заедем, если я не проскочу его. Тоже база без названия. Здесь я вижу, что какой-никакой там пытаются что-ли, то ли ремонт сделать. А, разбирают домики походу, тут вот фасаду не стоят. Наверное, здесь будет какое-то перестроение этой базы на что-то более современное. Чтобы машины не парковали по левой стороне, здесь поставили ФС-ок. Трактор пропускает и еще какие-то коммуникации здесь перетягивает. Жемчужина. С левой стороны то ли база, то ли магазин. Вот, кстати, выезд к морю. Сюда мы сейчас и проскочим. Здесь даже бригады в летнее время здесь собирают деньги. Это туалет. По деньгам, честно, я не вспомню, сколько стоит здесь подъехать поближе к берегу. Ну, парковочка здесь, вот вы видели, в какое расстояние, она в единственном месте. Поэтому приходится платить сколько надо. Особенно, когда центральный пляж был платным. С левой стороны тоже какая-то интересная база. Здесь бар, магазины. вот, как я говорю, эти базы литние заканчиваются. Дальше территория Дюн. И тут единственное, что выезд непосредственно к бригаде есть, парковито. Серебристое здесь тоже зеленеет. Ну, люди выходят на море. Пляжи здесь все благоустроены, с лежачками. То есть, отдыхать, кайфовать здесь можно. И территория Дюн просто вау! Стой с палаткой, где хочешь. Единственная проблема, то, что на машине не подъедете. Потому что, по идее, здесь тоже перекрывали заезд и на пляж всем подряд здесь выезжать не давали. Вот, коса между Витязевом и Благовещенской, там вообще было идеально, просто. Люди с палатками жили, где хотели, но сейчас и туда выезд закрытым, что это природоохранная зона, как заповедник сделали. Вот, видите, здесь рыбаки стоят на берегу, их домики и охотятся за рыбкой. И тут у нас времен еще СССР, по-моему, находится. Не могу вам правду сказать, потому что я в Благовещенской в то время не бывал. Маленький еще был. Дюнок, конечно, тут прям вау! Хотя видно, что эти машинки здесь тоже катаются, кому-то все-таки разрешают. Сейчас мы видим только зарождающуюся зелень, а так здесь будет очень зелено и красиво, просто такой ландшафт классный. Ну и береговая линия здесь состоит. В принципе, и кварцевый песок, похож здесь на виде, с краплениями ракушки, к которому сейчас иду, ну и палочек здесь. О, дельфины! Дельфины! Спасибо тебе! Я уже думал, что сегодня мне не повезет! дельфины, русалка! Если они сейчас еще стартанут танцевать, раз, два, три, четыре, пять дельфинов. Так, друзья, это Благовещенское, приветствуем дельфинов. Два загоняющих там поодаль, и слушайте, я пытаюсь посчитать, я дельфинов шесть насчитал, то есть возле берега я здесь вижу три, там два загоняющих впереди, и туда дальше еще дельфины, вот он, видите, выскочил. Какова красота повезения дельфинята, привет! Здесь, друзья, вот так выглядит эта рыббригада спереди, в общем, инфраструктура здесь присутствует на пляже, я что-то за дельфинами уже ушел далеко и забыл вообще про пляж рассказывать, то есть пляж сам по себе классный, песчаный, широкий и вот мы были там на автокемпинге жара, он в принципе одинаковый везде, ну и солнышко у нас на закат прошло, ну и дельфинов спасибо за такую чудесную встречу, мне прям было очень приятно увидеть такое огромное количество дельфинов, я честно не ожидал, вот смотрите, прям здесь уже выпрыгивают, жалко, что ни одну рыбу не нашли, не начали ее гонять, только один маленький нам пару пельбитов показал. Здесь в районе вот этих навесов есть еще один выход к морю, там у нас Малахит находится Газпромовский, ну и здесь у нас база отдыха, одну из баз отдыха, я снимал, я с фасадом с той стороны покажу, то есть ну пляжи ничем не отличаются, все выглядит именно так, единственное мы сейчас дойдем до центрального, посмотрим как там парковка и выйдем на сам центральный пляж, навесом даже на центральном пляже нету, то есть все поубирали, все сейчас именно в таком формате выглядит, ну и дельфинчики дальше вдоль берега, я думаю они пойдут пока рыбу не найдут. Здесь видим навесики, даже один как будто новый, а может быть уже действительно новый, и тут мусора тоже наприбивало штормом, то вот рыббригада, мы чуть-чуть дальше нее, то есть уборка тут предстоит тоже большая, но здесь база отдыха, я уверен, что пляжики расчистят, порядки наведут, вот такая жесть из мусора, это все штормовое, мы вернулись на дорогу, здесь видите, везде прокладывают какой-то коммуникации, скорее всего на воду, какую-нибудь организацию может тянут, с левой стороны мы видим здесь магазинчиков очень много, а тут вот база отдыха проезжаем, вот кстати, вот эта база отдыха у меня есть на обзоре, забыл как называется эта база отдыха, там названия почему-то нету, но поищите Благовещенская база отдыха, найдете, здесь русалочка, я думаю, что многие ее знают, потому что я постоянно слышу, люди спрашивают, территория чистенькая, там все работает, все убирают, все хорошо, здесь столовая была одна из таких неплохих, очень вкусная, мне нравилось, но давно здесь не ел, галактика называется, дальше база отдыха, искра, вот большая, хорошая вывеска, никаких вопросов, с левой стороны тоже куча домиков, в искре тоже все чистенько, чинненько, смотрю, какие-то стройматериалы лежат, магазины, здесь вот с парковкой, прям, потому что найти место, где припарковаться, можно сказать, что невозможно, и поэтому платные парковки здесь процветают, здесь у нас РЖД, там было написано, наверное, санаторий РЖД, база отдыха, следующий Санрайз, Экопарк, отель, вот, РЖД, пансенат, Октябрьской железной дороги, Ладога, это, наверное, все к нему и относится, красивые домики, то есть, РЖД сделаны с правой стороны, Санпарк Волна, и здесь, смотрите, вот еще один проход, ориентируемся на здание Малахита, и буквально через полторы базы здесь выход на море, то есть, выход довольно-таки хороший, и тут бывают часто парковочки рядочком с ним, хотелось бы, наверное, в полицию обратиться, помимо гильз от снарядов, очень много надписей, рекламы наркоты, прям, стараюсь ее не показывать, но прям много, сигнал, база отдыхала, то есть, Малахит, сигнал и выход на море, здесь, лет-отель, тоже большой комплекс, но он через дорогу находится, там, постоянно, смотрю, много людей отдыхает, в этом лет-отеле, представьте, как новая НАПА также будет выглядеть, еще больше как кусок, все под отдых, здесь ветер начинает пробиваться, прям, очень тяжело держать камеру, ну, и с правой стороны Малахит, тут парковка платная была, постоянно, и тут небольшой рыночек, а здесь, я думаю, сейчас спокойно можно выехать на территорию парковки, хотя там что-то как-то все печально выглядит, но сейчас попробуем, потому что машины там где-то стояли, там прям на пляже стояли, чтобы вы понимали, а туда вот дорожка в сам поселок, мы туда сейчас с вами еще вернемся, не переживайте, да, тут видите, из-за того, что были дожди, грязюки очень много образовалось, но не заезжайте в нее, то утонете, тут дальше на Витильскую косу, сейчас, я думаю, есть возможность проехать, но потом уже будет перекопано тоже все, смотреть не вперед, ну, а те, кто хорошие, прекрасные люди, оставляют машину здесь, на этой парковке, как будет в этот сезон, я не знаю, будем надеяться, что парковка останется, но по документам, парковкой сделать это место не вариант, здесь два прохода, кстати, вот в левую сторону, и в правую сторону, на центральный пляж, мы с вами выйдем по правым проходам, здесь мы можем видеть еще много разрушений, после шторма века, их никто не ликвидировал, я так понимаю, что реально ждут, когда придется следующий сезон, уже к сезону все облагораживать, зачем трогать то, что может опять повредиться, в этом есть тоже часть правды, но когда ты показываешь людям, что вот так вот сейчас все выглядит, немножко перевернуто, перемешанное, вообще непонятно, как-то все было, но вода сюда заходила, эти варечки все плыли, то у людей появляется вопрос, а зачем нам сюда вообще ехать, если нас еще не ждут, ну, к 1 мая ребята обещали все, поэтому не напрягайтесь, это пункт полиции, впереди видим пару семей людей, с левой стороны, я смотрю, уже начали возводить строение, работают ребята, а это туалет, и остальные домики, которые остались, вон зонтики уже позаводили, так что, в принципе, я думаю, к маю центральный пляж, как минимум, подготовят, мы, по крайней мере, на это очень сильно надеемся, здесь финнички, только что здесь проплывали, люди их видели, мы с вами дошли практически до того места, но я хотел отдельно показать еще центральный пляж, отдельно хочется отметить, что эта территория по мусору выглядит просто невероятно классно, в плане того, что мусора здесь нету, чисто, все, так что, в принципе, пляж готов, эх, камера закосячила, у меня та площадка занята была, поставил другую, она писать особо не хочет, туда дальше гуляет целая семья, и вот у них, видите, собачки заплывают, они только что вообще прям так глубоко, далеко плавали, здесь по берегам скопилось немножко водорослей, ну, по пляжикам я реально счастлив, потому что сегодня мы увидели очень замусоренной территории, аж плакать хотелось, здесь же все выглядит просто великолепно, и меня это очень сильно радует, плюс сейчас время идет к закату, а это еще больше радует, ждем, короче, как расставить эту коммерцию, будем вообще счастливы и рады, отсюда, от Малахита, у нас идет тротуар по левой стороне, здесь у нас есть новое введение, смотрите, ребятки, полностью все закрыли ограждением, теперь это безопасное путешествие, с той стороны, и мусорочки стоят, правда, они тоже переполнены, не хотят несезонно наводить почему-то порядок, а хотя нет, дальше смотрите, мусорки пустые, это просто первые, молодцы, те, кто с пляжа наносит свой мусор и бросает их в первую мусорку, до начала лета хватит остальных мусорок, и будем сейчас езжать уже в сам поселок, лиман сейчас очень полноводный, вода доходит до самого брусера дороги, ну, и здесь такое озерцо с левой стороны находится, отсюда, вот я вам показывал, по прямой бы вы заехали непосредственно в сторону пляжа, вот эта дорога идет, мы там поворачивали направо до лесополосы и ехали уже на Бугарскую косу, здесь тоже имеются базы отдыха, разнообразные, самое интересное, это то, что здесь присутствует небольшой аквапарк, парочка горочек, бассейнчик, можно приходить и купаться, здесь у нас тоже куча разнообразных магазинов, подъезжаем здесь, с правой стороны, еще одна есть пятерочка, то есть она такая центровая, находится, хороший магазинчик, часто там покупаю себе какой-нибудь перекус, еду, мороженка, особенно после кайта, летний период, я вообще часто стал бывать Благовещенская, здесь на этой улице, особенно с правой стороны, там есть столовая, тоже вроде неплохая, вот здесь по прямой, как я вам показываю, тоже столовая, тоже хорошая, вкусная, здесь мини-маркет, есть вот с правой стороны, где колонны, это самая большая цена была, но сейчас я не знаю, как там, я года три там точно не питался, поэтому, может быть, ценники снизили, помимо пятерочки, еще куча разных магазинчиков, мы с вами уже добираемся до главной улицы, здесь односторонне заканчивается, а мы отсюда ехали оттуда, по этой улице мы проезжали, влево, вправо, там везде частный сектор, частные гостинички находятся, вы там можете приезжать и отдыхать, друзья, мне от вас интересно, было полезно или нет, вообще это видео, и в конце вам хочу ставить вставочку с дельфинами, вот мы долго за ними шли, восторгались, было классно и прекрасно, надеюсь, что вам такой конец этого видео зайдет от души, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, поддержать донатиком, написать комментарий, поделиться со своими друзьями, подписаться на телеграм, выиграть виничко домашнее от меня, либо 500 рублей на счет, если вдруг вы не употребляете алкоголь, я вас всех крепко обнимаю, к сердцу прижимаю, и в следующее видео приглашаю, привет вам всем, черноморский, с вами был Юрий Озаровский, если сейчас найдет рыбу, мы с вами увидим в супер-мега-шоу, дай бог, чтобы нам повезло, там вода вообще, интересно, сколько их всего, ведь я туда дальше не вижу, но здесь, вот прям три горба идет, рядышком, ждем, не может быть, что рыбы нету, столько долго уже, охота идет, охота, охота, о, вот он, смотрите, подходит поближе, походу он нашел ее, здравствуй, красавчик, четыре штуки здесь, он ошибся, походу, вон там еще вдали, это я слышал голос дельфина, неужели первая рыбка найдена, один остался, причем дельфиненок, непонятно, может ему показалось, а все остальные пошли дальше, но может маленькую какую-то рыбешку нашел, ему оставили, вот он за ней гоняется, какой кайф, ай, красавчик, ну прям огромная стая дельфинов, смотри, четыре там, их догоняет пятный маленький дельфиненочек, и туда дальше еще, наверное, штук, ну, три-четыре точно я считал, то есть около восьми-девяти дельфинов, вон, смотрите, да, там гоняют, они прям косяк рыбы, возможно, эти от берега отогнали, а там его закрывают, вон еще один дельфин, блин, что мы с вами видим, ребята, это очень круто, они походу что-то нашли, резкое ускорение и замедление, что-то, или они так быстро едят эту рыбу, здесь прям большая стая сейчас скопилась, дельфинов, либо я понять не могу, что происходит, потому что резко ускорились, а потом, бац, тишина, здесь вот четыре идет позади, и несколько дельфинов впереди, как минимум там три, где-то около семи точно тут, так, короче, мы сегодня не дождемся, вот те, кто выловили всю рыбу, вы нехорошие люди, дельфинов, теперь нам кушать нечего, они нам шоу не показывают, шоу должно быть крутым и классным, дельфинячьим, вот смотрите, опять близко, 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 короче, забыл, что сегодня снимаю, вот он, красавчик, тут за счет глубины, они довольно-таки недалеко от нас, видите, идут, ой, малесенький какой, там радуюсь за дельфинчиков, которые на дальнем плане находятся, только что видел, как там рыбка полетела над водой, то есть они нашли себе еду, может позовут этих, о, видите, там идет охота во всю, ох, еще одна рыба вылетела, красота, там дельфинчик нашел себе пропитание, вот она рыбка, вылетает, выкидывает ее, красавчик, крутится, вверхтится, играется от души, может они, конечно, не голодные, вы смотрите, как сработали, эти дельфины тоже развернулись, сейчас, наверное, будут выход туда делать, о, закипела, наконец-то, опять вода, ну, повезет нам хоть один пульбит увидеть, походу, слишком много глубины, дельфины здесь, что-то не активно прыгают, а рыба не подходит близко к берегу, ну, вот, как-то так, о, пошел, 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 давай, давай, братан, поближе к нам, красота, ладно, пока, дельфины.